День военно-морского флота Генерал армии отметил важную роль, которую играет флот в судьбе страны на протяжении всей своей истории и подчеркнул, что ВМФ является надежным защитником национальных интересов России в Мировом океане. Личный состав военно-морского флота, демонстрируя высочайшее мастерство и боевую выучку, успешно решает поставленные задачи по обеспечению морской безопасности государства, принимает активное участие в борьбе с международным терроризмом в Сирийской Арабской Республике. Также министр пожелал военным, а также работникам судостроительных, судоремонтных предприятий и научных организаций ВПК крепкого здоровья, счастья, бодрости духа и оптимизма, новых успехов и достижений в службе на благо России. Новейшие корабли и подлодки, бомбардировщики и вертолеты, перестрелка и рукопашный бой. В Севастополе отгремел главный летний праздник – День военно-морского флота. В этом году в половине его эпизодов приняли участие новые корабли Черноморского флота. Это фрегат «Адмирал Григорович», современные малые ракетные корабли «Серпухов» и «Зеленый дол», дизельные подводные лодки «Новороссийская» и «Ростов-на-Дону». За действием в акватории Севастопольской бухты традиционно наблюдали тысячи человек. День ВМФ – один из самых любимых праздников Севастополя. Его полное название – День военно-морского флота Российской Федерации в вооруженных силах Российской Федерации. Готовились к нему несколько месяцев, а последнюю неделю особенно активно. Военные провели несколько репетиций. Выстрелы, взрывы, грохот ракетных залпов, шум реактивных двигателей, боевых самолетов – это не учение и не война. Это всенародно любимый праздник. Так что в центре сегодня все – и гражданские, и военные. За морским и воздушным действием наблюдают десятки тысяч зрителей. Трибуны, набережную Приморского бульвара, береговую линию северной стороны и другие зоны вблизи акватории люди стали занимать еще с 7 утра. Не сговаривая, севастопольцы и гости пришли в традиционной одежде праздника – дресс-код Дня военно-морского флота Тельняшки. Едва ли не на каждом третьем зрителе. И это несмотря на 30-ти градусную жару. В воздухе бомбардировщики и вертолеты – один из самых зрелищных элементов. Высадка десанта, бой ведется вплотную к зрителям. Перестрелка и рукопашный бой – это морпехи. А вот мальчишкам радость собрать домой трофеи. Я первый раз такой крутой парад вижу. Огромное спасибо тем, кто защищали Россию. И там был такой момент, там так было страшно. Ой, это вообще какой-то ужас. Так страшно было. Ну здорово. В общем, я еще тут, тут были гильзы, я их себе собрал, дедушке подарю. Вот, а еще, этого, как его, а еще мне понравилось, как тут стреляли. Это очень прикольно было. Вот, прямо балденно. Черноморцы в этом показывают всю свою мощь. А в помощь им пять новейших кораблей, которые задействованы в параде впервые. Звучит музыка. В эпизодах праздника задействованы новейший фрегат «Адмирал Григорович». Современные малые ракетные корабли «Сербухов» и «Зеленый долл», дизельные подводные лодки «Новороссийск» и «Ростов-на-Дону». В параде задействовано 30 кораблей, 30 единиц техники и около 5000 единиц личного состава. В прошлом году ни одного нового корабля в параде не принимало участия. Как вы видите, половина эпизодов в этом году была с новыми кораблями. Мы развиваемся, и все больше и больше новых кораблей приходит. Я думаю, пройдет еще немного времени, и Черноморский флот будет представлять только новые корабли. В этом году на День флота в Севастополь приехали не только главы других регионов, которые шествуют над черноморскими кораблями, но и французская делегация. По традиции, в адмиральской форме почетные гости Олег Беловинцев и Сергей Миняйло. Они уже в статусе полпредов Северокавказского и Сибирского федерального округов. А для временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова это первый парад и первые поздравления. Как правильно сказали наши французские друзья, город-герой Севастополь – это город-символ, город-надежда, свободный город. Никакого негативного момента наши друзья не увидели. Можно пройти свободно по улицам, увидеть радостное воодушевление. Праздник – День военно-морского флота, с которым я поздравляю всех севастопольцев и россиян. Это главный праздник, один из двух самых главных праздников города. Поэтому я желаю в этот хороший день, хорошего настроения. И я был уверен, что через год наши французские коллеги, жители города увидят те изменения, которые произойдут за год. Ухта, Мурманск, Камчатка, Москва. Всех не перечислить. Для того, чтобы изучить карту России, достаточно просто подойти к любому прохожему. В этот праздник в городе собирается вся страна. Все понравилось, все. Город вообще прекрасный, так что мне все нравится. А вы откуда к нам приехали? Я далека, девушка. Очень далеко, в Коми-СССР. Город Ухта. Особенно, когда орудие стреляет. Да, да, да. Такая гордость, гордость берет аж до мурашек, да? Мне понравилось, как стреляли пушки. Еще придешь на праздник? Да. Мы из Мурманска, а приехали сюда из Новороссийска специально сегодня посмотреть парад. Мы уже не первый год, третий раз смотрим подряд вот такой праздник. Нам очень нравится. Прямую трансляцию парада кораблей и военно-спортивного праздника в честь Дня ВМФ России при поддержке телецентра Черноморского флота ввел информационный канал Севастополя. Анастасия Шульга, Анна Малышко и Михаил Волобоев, информационный канал Севастополя. В этом году участие в грандиозном праздновании приняли 11 французских парламентариев во главе с депутатом Национального собрания Тьерри Мариани. Утром 31 июля гости встретились с первыми лицами города и обсудили вопросы, касающиеся дальнейшего сотрудничества двух государств. Далее возложили цветы к Мемориалу Героической обороны освобождения Севастополя 1941-1942 годов. Подробности в репортаже Анны Брачевой. Утром 31 июля французских парламентариев приветствовал полномочный представитель президента в Северокавказском федеральном округе Олег Белавенцев и главнокомандующий Черноморским флотом Александр Витко. В ходе встречи обе стороны обсудили возможности дальнейшего сотрудничества и взаимодействия. Национальная ассамблея и Сенат Франции очень гордятся тем, что Франция была первым государством, которое приняло резолюцию об отмене санкций против России. Мы искренне сожалеем, что представители ОБСЕ не пошли по тому же пути. Гости обсудили также и доклад миссии Штудмана. Напомним, в январе 2016 года Совет Европы проверил соблюдение прав человека в Крыму. Делегацию тогда возглавил швейцарский дипломат Джерар Штудман. Он лично побывал на полуострове и увидел воочию многие направления жизнедеятельности крымчан. Как отметил Олег Белавенцев, доклад миссии Штудмана, несмотря на давление со стороны западных партнёров, был представлен объективно. С этим согласились и французские парламентарии. Мы с большим уважением относимся к нашим друзьям, к тем, кто приезжает в нашу страну и в Крым. И объективно освещает ситуацию здесь. А у нас не надо говорить хорошо, надо говорить так, как есть. Мы должны констатировать заключение, что Терри Мариани и все вы, наши дорогие французские коллеги, депутаты и сенаторы, уже вошли в новейшую историю Крыма и Севастополя. Как те политики, которые донесли до Западной Европы правду о событиях здесь и не дали нашим стратегическим оппонентам исказить, маргинализировать реалии сегодняшнего Крыма и сегодняшнего Севастополя в составе Российской Федерации. В дар Севастополю французские коллеги привезли частичку Средиземного моря. К себе на родину парламентарию везут воду из Черного моря. Кроме того, после встречи обе стороны обменялись ценными подарками и дружескими рукопожатиями. С возложения цветов и венков к мемориалу героическим защитникам обороны 41-42 годов в Севастополе началось празднование одного из главных и всенародно любимых торжеств. Последнее воскресенье июля в России – День военно-морского флота. В церемонии приняли участие правительство города и флота, депутаты законодательного собрания, представители Севастопольского благочиния, а также митрополит Симферопольский и Крымский «Лазарь». На Графской пристани ровно в 9 утра рота почетного караула приветствует высокопоставленных гостей. Под звуки оркестра поднимаются флаги. Товарищ командующий войсками Южного военного округа, корабли Черноморского флота в составе деятивов пилот для парада вознаменования Дня военно-морского флота Российской Федерации построены. Командующий парадом, командир 30-й дивизии надводных кораблей, капитан 1-й рамы «Крымок». На борт катера проследовал митрополит Симферопольский и Крымский «Лазарь». В его руках мощи Андрея Первозванного. Святыня по традиции сопровождала парад военных кораблей. Анна Брачева, Анна Малышка, Михаил Волобуев, Александр Дементьев. Информационный канал Севастополя. Жители Севастополя и гости города могли наблюдать и морской парад, и военно-спортивный праздник на Приморском бульваре. А на площади Нахимова в честь Дня военно-морского флота развернулась выставка вооружений и военной техники. Зенитно-ракетные комплексы, транспортно-заряжающие машины, танки, радиостанции и другие впечатляющие объекты могли не только увидеть, но и сфотографировать все желающие. Один из самых впечатляющих экспонатов выставки военной техники – береговой ракетный комплекс «Бастион». Он предназначен для поражения надводных кораблей различных классов и типов, а также наземных целей. Установка оснащена двумя крылатыми ракетами, а минимальная дальность стрельбы – 15 километров. Но достичь своей цели снаряд может и на расстоянии 320 километров. Причём действовать комплекс может в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Данному конкретному комплексу не приходилось пока в боевых условиях, но, как все знают, в Севастополе в 2014 году, когда заходил американский корабль «Дональд Кук», данный комплекс был выставлен на боевое дежурство по приказу высшего командования, что поспособствовало скорейшему уходу «Дональда Кука» из окрестностей Севастополя и Чёрного моря. А вот, например, зенитно-ракетный комплекс «ОСА», который защищает войска во время боёв, а также стратегические наземные объекты от пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения. Цель он способен обнаружить на расстоянии 45 километров. Всего же на центральной площади города более десятка самых современных единиц вооружений и военной техники. Техника очень впечатляет, особенно впечатляют установки «Катюша», вот эти вот ближнего радиуса боя. Я служил здесь ровно 30 лет тому назад. Вот посчастливилось в этом году побывать. Как раз в 86-м году уволился, сошёл с корабля, служил на Очакове, большой в радиоволочном корабле. Огромное впечатление, огромное, прекрасное особенно. Из Санкт-Петербурга приехали сюда к вам на праздник. Рады за севастопольцев, горды за свою страну. Счастливы, взрывает от восторга. Всех любим. День в МФ – это хороший праздник, великий. Я горд, что служу в этом городе-герое. Я очень счастлив здесь находиться. Кто-то фотографируется, кто-то предпочитает знакомиться с характеристиками военной техники, а кто-то просто радуется окружающей атмосфере. Как и всегда, Севастополь встречает День военно-морского флота масштабным морским парадом, военно-спортивным праздником, выставкой, демонстрирующей силу и мощь отечественного вооружения. Светослав Данилов, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя. В праздничный день тысячи гостей и жителей Севастополя посетили музей Черноморского флота. Чтобы прикоснуться к истории города-героя, люди с 12 часов стояли в длинной очереди. В Нижнем зале демонстрировали экспонаты времен Крымской войны. На втором этаже работала экспозиция, посвященная обороне в период Великой Отечественной войны. Посетители изо всех уголков России и ближнего зарубежья увидели обмундирование русских, английских и французских солдат XIX века, почитали фронтовые дневники советских бойцов 1943 года, а также ознакомились с макетами боевой техники. Я приехал специально на мой родной праздник, на День военно-морского флота. Я служил здесь на флоте, и сюда тот праздник тоже своим. Севастополь для меня – это город моего становления, это город опознания флота как такового, это город воинской службы, это место, где я научился любить и защищать свою родину. Продолжить свое знакомство со славными традициями военно-морского флота России можно было в морском порту Севастополя. Жители и гости города посетили три корабля – «Пытливый», «Цезарь Куников» и «Зеленый дол». Офицеры Черноморского флота рассказывали посетителям о современном вооружении боевых машин. Замечательное ощущение, красота. Я первый раз, в принципе, хотя сама крымчанка, но первый раз я именно на этом празднике. Посмотреть парад кораблей Черноморского флота и разделить радость с севастопольцами приехали жители из самых разных уголков России. По предварительным данным, на праздник пришло порядка 100 тысяч человек. Жители – гости города и те, для кого День военно-морского флота – профессиональный праздник, с радостью делятся своими впечатлениями от происходящего. Здравствует военно-морской флот России. Поздравляем с этим праздником профессиональным. И вообще, это город, которым можно гордиться. У нас в стране мало, как это не жаль, чем гордиться. Но Севастополь – это именно тот город, которым можно гордиться. Так что всем успехов, здоровья и всех благ. Обалденный праздник, очень нравится, очень красиво. У нас есть еще, но поздравление от очень юного. Побольше, конечно, парада. Ну что ж, поздравили. Побольше стреляли, побольше переверков. Ну и поздравляю всех морячков с праздником. Очень счастливо, великолепно. Давно я парад не видела, лет 10. Мощнее, красочнее и торжественно, очень торжественно. Жителей, гостей города, вообще всех, имеющих отношение к этому большому празднику. С праздником всего самого доброго, хорошего. У нас есть чем сравнить. Мы с Североморска. Конечно, тут размах большой. Доброта, веселость, чувствуется сила, мощь. Молодцы, всего хорошего. От всей души поздравляем всех севастопольцев, всех гостей. Всего-всего самого-самого хорошего, доброго, светлого. Россия, вперед! На поле футбольного клуба «Севастополь» прошел традиционный товарищеский матч между сборными командами правительства Санкт-Петербурга и Севастополя. В нем приняли участие государственные и военные служащие, представители полпредства и спортивных организаций. Напряженная игра закончилась со счетом 1-1. Такой турнир проводится в Севастополе с 2012 года и посвящен Дню военно-морского флота. Анна Леготина продолжит. Товарищеский матч между сборными командами правительства Санкт-Петербурга и правительством Севастополя Черноморского флота в этом году проводится уже в четвертый раз. На поле чиновники, военнослужащие, представители флота, генералы таможены, налоговые и других служб. Люди разных профессий и городов, но общих убеждений. Город Севастополь, город Ленинград, теперь Санкт-Петербург, это города побратимы. Знаете, я всегда люблю любимые слова. Я еще их со школы помню, осмоловано. Может быть, моложе, чем Акрополь, но светлее строже, во сто крат, ты стоишь у моря Севастополя, Ленинграда, Черноморский брат. То есть это города побратимы. У нас все военнослужащие уезжают служить в Ленинград или в Санкт-Петербург. Оттуда приезжают к нам. То есть это по большому счету один город, два города с одинаковыми традициями. В прошлые матчи севастопольцам так и не удалось обыграть команду Санкт-Петербурга. По словам игроков, причина – недостаток практики. Ведь тренируются сравнительно недавно. В отличие от чиновников из северной столицы. Они на поле уже много лет. Однако в этом году севастопольцы подготовку к турниру начали заранее. И не зря счет открыла именно наша команда. Готовились. Мы, во-первых, провели свои турниры, в которых участвовали разные команды, даже крымские. В Севастополе больше 10 команд, около 12 команд клубов. Это очень много для нашего города. До этого, конечно, мы готовимся на этом же стадионе, только на более маленьких полях. Несмотря на оживленную борьбу, матч закончился ничьей. 1-1. Но результат не расстроил ни футболистов, ни их наставников. Игрой остались довольны. Тренер петербургской команды Андрей Гонин, в прошлом полузащитник «Зенита» признается, каждый раз все тщательнее готовятся к матчу и ждут встречи с уже полюбившимся Севастополем. Не знаю, открою секрет или нет, но мы стараемся приезжать, возможно, на 2-3 дня раньше. И вот некоторые игроки у нас в команде, которые имеют высокие посты, получают резолюцию в командировку непосредственно от губернатора. Поэтому это говорит о том, как мы все рвемся сюда попасть, в ваш замечательный город, и остаться здесь как можно подольше. Никого, честно говоря, из команд заставлять ехать сюда не надо. Все с большим желанием. Все хотят сыграть на этой красивой кровью, залитой в свое время Великой Отечественной войны и Крымской войны, землю. И хочется здесь находиться, хочется здесь играть. Традицию проводить футбольные матчи между правительствами двух городов-героев будут продолжать. В следующий раз игроки выйдут на поле футбольного клуба «Севастополь» в следующем году, как всегда, накануне Дня военно-морского флота. Анна Леготина, Виталий Коломеец, информационный канал «Севастополя». В субботу на малых стадионах футбольного клуба «Севастополь» прошел еще один турнир. Акция «Спорт против наркотиков» объединила почти полсотни горожан. Это студенты, представители общественных организаций и предприятий города, бывшие пациенты реабилитационных центров. Пять любительских футбольных команд сыграли между собой и сразились за призовые места. В награду победители получили медали, кубки и ценные подарки. Спортивную акцию организовали при поддержке Олимпийского совета «Севастополя», Нахимовского муниципального округа и футбольного клуба. По словам организаторов, проект направлен на пропаганду здорового образа жизни и отказа от наркотиков и алкоголя зависимых людей. «Мы обратились просто к ребятам, которые непосредственно занимались с ними постоянно. И поэтому попросили, что если у вас есть ребята, которые действительно жаждуют, желают поучаствовать, посоревноваться, он говорит, конечно, есть. Поэтому не составило труда команды собрать. Я смотрю на них, они постоянно занимаются спортом. То есть спорт как-то уходит, то, что было раньше у них уходит на другой план и забывается. Может быть не у всех, но спорт у них в первую очередь. Если человек уходит от негативных явлений, связанных с употреблением химически активных веществ, то, соответственно, он должен в одной из социальных своих сфер заменять это в спортивной деятельности. Это абсолютно очевидно и здоровый образ жизни популярен и наши все работники, сотрудники его проповедуют. Это были новости на информационном канале Севастополя. В студии был Дмитрий Дудко, и я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова